Подожди к Ирану, и Киссинджер прямо пишет, что это приведет к большой войне. И на руинах, и ядерной пыли, это слова Киссинджера, а не мои. Воспрянет только одно государство США, и будет установлен новый мировой порядок. Так, о чем же говорил Владимир Вольфович? Вика, Кенри, Киссинджер. Сделав паузу в несколько минут, чтобы собраться с мыслями, господин Киссинджер продолжил. Мы говорили нашим военным, что нам придется взять на себя все ближневосточные страны из-за ресурсов. И они практически завершили свою работу. Вы знаете, какого я мнения наших военных, но я должен сказать, что они выполняли приказы излишней ряны этот раз. Это всего лишь последняя ступень, так как Иран действительно нарушает баланс. Как долго Китай и Россия будут стоять и смотреть, как Америка убирает их? Великие русские медведи и китайские драконы будут вынуждены пробудиться от спячки, и в это время Израиль должен будет бороться изо всех сил, чтобы как можно больше арабов, столько, сколько он сможет. Надеюсь, если все пойдет хорошо, половина ближнего поспока станет израильской. Наша молодежь обучалась за последние десятилетия или около того в компьютерных играх. Это интересно видеть по новым играм Call of Duty и Warfare 3, которые отражают именно то, что придет в ближайшем будущем с его интеллектуальным программированием. Молодые люди в США и на Западе готовы, потому что они были запрограммированы быть хорошими солдатами, пушечным мясом, и когда им прикажут выйти на улицы и бороться с сумасшедшими китайцами и русскими, они будут подчиняться приказам. Из пепла мы будем строить новое общество, и в нем останется только одна сверхдержава, и это будет глобальное правительство, которое выигрывает. Не забывайте, что Соединенные Штаты имеют лучшее оружие, которого не имеет никакой другой народ, и мы покажем это оружие миру, когда придет нужное время. Вот так. Просто, Вольфович, умные книги читал. Друзья, я вас приветствую. Меня зовут Дима. Вы на канале библейских пророчеств в последнее время. Добро пожаловать. Очень интересное сегодня у нас будет обсуждение. Сегодня у нас октябрь 2024 год. Меньше чем через месяц состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки. Я недавно набрел на видео интересное, которое я вам показал в самом начале, и, думаю, проверю, действительно ли правда то, о чем там говорилось. И вот приобрел такую книжечку. Ну, она будет полезна всем. Если вам интересно, и вы интересуетесь немножко политикой, можете приобрести эту книгу. Я думаю, она не будет лишней в вашей библиотеке. Называется так. Генри Киссинджер управляет силой. Архитектор нового мирового порядка рассказывает. Архитектор нового мирового порядка. То есть человек, который стоит за созданием, или стоял за созданием нового мирового порядка, один из глашатой. Кем же был... Для начала я хотел бы немножечко ввести вас в курс дела, чтобы вы вместе со мной приблизительно поняли, о чем речь. Кем же был этот Генри Киссинджер? Генри Альфред Киссинджер при рождении носил имя Хайнс Альфред Киссингер. Немецкая... На немецком Хайнс Альфред Киссинджер. 27 мая 1923 год, Фюрт, Бавария, Веймарская республика, 29 ноября 2023 год, Коннектикум, США, американский государственный деятель. То есть он и немец, и еврей, и, я так понял, жил в Америке, он американский государственный деятель, дипломат, эксперт в области международных отношений, то есть дипломат со стажем в политике, советник президента США по национальной безопасности в 1969-1975 годах, и как раз в 1975 году родился, меня еще тогда не было, вот я родился, а он уже вовсю проталкивал новый мировой порядок глобалистов, масонов. Советник и государственный секретарь США с 1973 по 1977 год, лауреат Нобелевской премии мира, 1973 год, 26 мая 2022 года, во время вторжения России в Украину, в 1922 году на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать свои некоторые территории России, чем вызвал критику в свой адрес от президента Украины Владимира Зеленского, ряда украинских чиновников и общественности. Думаю, мы достигли стратегической цели в том смысле, что попытка России поглотить Украину военным путем провалилась. Сейчас необходимо очертить границу между двумя странами. И нужно помнить, что Украина в том виде, в котором она входила в Советский Союз, была в значительной степени создана Сталиным, который включил в ее состав много территорий с русскоязычным населением. Я согласен с тем, что Россия не должна заполучить какие-то территории в результате военных действий. Но я также думаю, и уже говорил об этом публично, что пришло время начать переговоры о прекращении огня. Возможно, после запланированного контрнаступления. А вот многие, да, многие в Украине обиделись на него. Ну, как бы там ни было, мы как бы вне политики, вне религии, вне оружия, поэтому вне национальных интересов. Но этот человек мне показался интересным. Вот. Мы как бы над всем этим смотрим и наблюдаем. Поэтому я хотел и решил проверить, действительно ли то, о чем сказано в Библии, действительно, вернее в Библии, то, о чем сказано в этом видео, правда. Я не согласен с тем, что сейчас с Россией не о чем разговаривать. Украина будет самой хорошо вооруженной страной в Европе в результате преимущественной американской помощи, которую я всячески поддерживаю. Я предполагаю, что Россия в результате либо военных действий, либо дипломатических усилий вернет Украине захваченные территории. Мы должны стремиться к сильной, независимой, автономной Украине. И уже практически добились этого. Купил книгу, начал читать, почти уже половину прочитал, рекомендую всем. Книга написана очень простым языком, не сложным, не там суперполитическим, на эти непонятные. Но так как мы здесь изучаем библейские пророчества, так как мы тут наблюдаем за мировой политикой, особенно за тем, что происходит в последнее время, то вот эта книга будет вам как раз очень полезна. Чтобы не с моих слов, а сами вы почитали, и чтобы у вас сложилось какое-то мнение. Ну это не то, что реклама, хотя это реклама в какой-то степени. То есть в принципе, если будет желание, и вы достигли до того уровня, можете себе приобрести эту книгу. Я не пожалел, что я ее приобрел. Вот такая вот книга. Очень интересные многие вещи открываются по-новому. Взгляд, так сказать, со стороны дипломата, со стороны политика, со стороны государственного деятеля. Ну и как бы поизучать ту сторону тоже интересно. Когда впервые прозвучали предложения включить Украину в НАТО, я был против. Тогда я думал, что будет лучше превратить Украину в мост между Россией и Западом, а не делать ее форпостом той или другой стороны. Но такая идея не нашла воплощения, что способствовало началу войны. Ничего не может оправдать масштабы начатой России войны и используемые ею методы. Сейчас, я считаю, что после окончания этой ужасной войны, Украина должна стать членом НАТО. А вот давайте откроем несколько, значит, цитат. Я вам хочу прочитать. Ну, если вы уже приобрели эту книгу, она у вас есть, можете открывать вместе со мной. Если нет, можете слушать. Вот я, в принципе, тут уже открыл, некоторые пометки делал. Вот. Книга удивительно нашел на русском языке, слава богу. Вот, потому что мне приятнее читать на русском языке. Вот, 21-я страница этой книга. Ну, в принципе, здесь книга, книга в книге. Здесь идет повествование от автора книги. Я так понял, как бы, человека, который рассказывает о том, кто же такой Киссинджер. И он цитирует из книги, по-моему, «Дипломатия». Что-то такое. Ну, и как бы вышла вот эта новая книга, так, сборник цитат, сборник разных цитат из разных книг, из разных высказываний этого человека. Вот, немножко хотел бы вам зачитать, прокомментировать, а потом посмотреть на то, что говорит Библия обо всем об этом. 21-я страница, хочу вам зачитать. Перед окончанием срока действия администрации Джорджа Буша-младшего, Киссинджер сделал следующий прогноз относительно будущего развития мирового сообщества цивилизации. Прогноз. Это прогноз. Это не пророчество. Но интересно все равно. В своем интервью «Три революции» Киссинджер говорит, общенациональные дебаты о национальной безопасности, о необходимости, которые говорят уже давно, все никак не начнутся. По сути, вопросы тактики затмили самую важную проблему, с которой столкнется новая администрация США. А именно, как вычленить некий новый мировой порядок из трех революций, которые сегодня одновременно проходят на нашей планете. Это, первое, преобразование традиционной государственной системы Европы. Второе, угроза радикального исламизма, бросающая вызов исторические сложившиеся концепции суверенитета. И третье, смещение центра тяжести международных отношений с Атлантики к Тихому Индийскому океану. По распространенному мнению, корнем разногласия между Европой и Америкой, то есть есть определенное несогласие между Европой и Америкой, является гипотетическая доктрина однополярности. Вот это вот слово запомните, однополярности, которой придерживается президент Буш. То есть доктрина или учение однополярности мира, чтобы мир был одним, да? Одним целым. С одной политикой, с одной религией, с одной экономикой. Ну, все к этому идет, понятно, да? Но вскоре после смены администрации США станет очевидно, что главное разногласие между сторонами Атлантики состоит в другом. Америка остается традиционным национальным государством, и ее население откликается на призывы чем-то пожертвовать ради национальных интересов, понимаемых намного шире, чем в Европе. То есть якобы в Америке более люди национальны, патриотичны, более чем в Европе, да? Дальше мы смотрим на страницу, я специально себе пометил 23. Тут буквально немножко хочу вам зачитать. В Европе, значит, традиционная роль государства уменьшается, поскольку так сознательно решили правительства. Это традиционная роль государства. То есть то, что было раньше, сейчас это все уходит. Поэтому, как бы, если Америка больше болеет за национальность, за Америку, за патриотизм, за то, чтобы в Америке были люди, которые отстаивают национальные интересы, да, какие-то, то в Европе, наоборот, идет смешение народов, беженцы принимают, открывают двери, то есть идет, как бы, ассимиляция, да, с разными народами. Ну, в Америке, собственно, это уже давно есть, просто что в Америке они, у них определенная политика другая. Сегодня этим и без того хрупким государственным структурам угрожает радикальный ислам. Вот это интересно. Что выражается в фундаментальном понимании Корана, как основы некой универсальной политической организации. То есть Коран и политика, да. Слышали наверняка такие термины, как халифат, да, то есть, чтобы ислам правил всем миром. Джихадийский ислам отвергает национальный суверенитет. То есть им все равно, им главное, чтобы религия завоевала весь мир. Основанный на моделях светского государства. То есть они считают, вот этот радикальный ислам, который хочет халифат сделать, что государство не должно основываться на светских взглядах, на светском мировоззрении, а на религиозном мировоззрении. Как интересно. Он стремится распространить свое влияние на все районы, где значительная доля населения мусульманского вероисповедания. Поскольку в глазах исламистов не имеет законного статуса ни структура международного сообщества, ни внутренней структуры существующих государств, эта идеология почти не оставляет места для западных концепций, переговоров или равновесия в регионе, то есть запад все-таки где-то боится этого, который жизненно важен для безопасности и благополучия промышленно развитых государств. Эта схватка имеет эндемический характер. Мы не имеем возможности от нее отстраниться, то есть понимать, что эта проблема существует. Мы можем отступить из какой-то отдельной взятой области, например, из Ирака, но это лишь вынудит нас оказывать сопротивление на других огневых позициях, которые, вероятно, будут для нас еще менее выгодными. Даже приверженцы идеи одностороннего вывода войск из Ирака говорят о том, что надо оставить там некий контингент, чтобы предотвратить новое усиление аль-Каиды и радикализма. То есть запад противостоит исламскому радикализму. Так, что у нас еще? 24-е, значит, тут выдержки просто. Я не все, но кое-какие хочу прочитать. Китайско-американские отношения, экономическая и финансовая глобализация, срочные задачи, касающиеся окружающей среды энергетика, а также разрушительная мощь современного оружия. Все это требует активно заняться международным сотрудничеством. Разрушительная мощь современного оружия у многих государств. Поэтому нужно сотрудничать. Особенно между США и Китаем. Если эти страны будут видеть друг в друге противника, обе они окажутся в том же положении, что и Европа после двух мировых войн. Когда другие страны заняли то видное место, которое стремились занять европейские страны путем саморазрушительных конфликтов друг с другом. То есть постоянно в Европе идет война. Постоянно. Первая мировая война, вторая мировая война, несогласия. Кто сильнее, тот и прав. Еще ни одному поколению человечества не приходилось иметь дело с несколькими различными революциями, одновременно проходящими в разных частях света. Попытка разобрать един универсальный рецепт – это погоня за химерой. В мире, где единственная сверхдержава отстаивает прерогативы традиционного национального государства, где Европа застряла на промежуточной стадии, где Ближний Восток не вписывается в модель национального государства, понимаете, и находится на грани революции по религиозным мотивам, где государство Южно-Восточной Азии до сих пор практикует принцип баланса сил. Вот это вот тоже. Однополярный мир зафиксируйте, баланс сил, да? То есть многополярный мир или двуполярный мир, как минимум, чтобы было две стороны, да? Как должен выглядеть в этом мире международный порядок? Видите, все идет к международному порядку. Как договориться, другими словами? Способны удовлетворить все эти разнородные перспективы. Какую роль следует играть России, которая декларирует понимание суверенитета, сравниваемое с американским, стратегическую концепцию баланса сил, баланс сил опять, да? Сходную с азиатской. Годятся ли в этих областях уже существующие международные организации? То есть как насчет организаций, которые существуют, они что-то делают, они как-то этому способствуют, они помогают что-то для достижения цели или результата? Какие реалистичные цели Америка может поставить перед собой и перед мировым сообществом? Допустимо ли внутреннее преобразование крупнейших стран? Каких целей следует добиваться сообща, и в чем состоят чрезвычайные обстоятельства, оправдывающие односторонние действия? Вот о чем нам следует дискутировать, а не о слоганах, разработанных с расчетом на целевые группы и попаданием в заголовки газет. Конец цитаты. То есть смотрим на дела представителей стран, а не на их слова. Потому что говорить можно все, что угодно. И постоянно менять противоречивые заявления, постоянно менять свое мнение. Одно, второе, третье. А мы же верим политикам, мы думаем, что они такие честные. Даже самый честный политик все равно лжет, все равно лукавит, все равно дипломатически вежлив, как говорится. То есть это лицемерная, темная политика. Политика дело грязное. Вот это такое. Ну типа, чтобы избежать войны, нужна дипломатия. Нужно где-то включать лицемерие и так далее. То есть это такие скользкие люди, по большому счету. Но и с другой стороны, это целое искусство дипломатии, чтобы не допустить войны, например. Которая вот-вот. И тут, кстати, описывается много таких ситуаций, которые были на протяжении истории. Все дело заключается в том, что усеченный суверенитет влечет за собой ограниченное пространство, необходимое для политических и экономических маневров. Значительное признание Киссингера, которое показывает то, что происходит в данный момент в мире, особенно на Ближнем Востоке. Это признание было сделано Киссингером 16 января 2012 года. Сейчас будет самое интересное. 2012 год. То есть сколько? 12 лет назад, да? 10 это 22, 3, 4. Да, 12 лет назад его заявление. А умер он буквально, по-моему, в прошлом году. В возрасте 100 лет, можете себе представить. Соединенные Штаты... Так, у нас сейчас какая страница? 26-я. Вот я вам хочу еще немножко зачитать. Это очень важная информация, друзья. Обратите на это внимание. Соединенные Штаты минимизируют Китай и Россию. Минимизируют Китай и Россию. И последним гвоздем в игрок будет Иран. Который, конечно же, главная цель Израиля. Мы позволим Китаю увеличить свою военную мощь. Мы позволили Китаю увеличить свою военную мощь. То есть Америка. Он как бы от лица Америки говорит. Дали России время, чтобы оправиться от советизации. То есть от разрухи после Советского Союза. Дали им ложное чувство превосходства. Но все это вместе быстрее приведет их к гибели. Мы, как отличный стрелок, не нуждаемся в выборе оружия, подобно новичкам. И когда они пытаются, мы сделаем банк-банк. Понятно, да? Они только пытаются, а мы уже сделаем. То есть всегда на 10, на 30, на 50 шагов вперед. Грядущая война. Вот тут обратите внимание. Грядущая война будет настолько серьезной, что только одна сверхдержава может выиграть. Что это за сверхдержава такая? И это будем мы. Без лишней скромности. Говорит Киссинджер, как бы от лица Америки, от лица США. Вот почему ЕС там торопились, чтобы сформировать свою сверхдержаву. Потому что они знают, что грядет. И чтобы выжить в Европе, придется быть единым целым сплоченного государства. Эта безотлагательность говорит мне, что они хорошо знают, чего ждать от нас. О, как я мечтал об этом восхитительном моменте. Генри Киссинджер затем заявил, если вы обычный человек, то вы можете подготовиться к войне, переехав в сельскую местность. Помните то, о чем мы много лет говорили с вами о том, что в больших городах выжить будет невозможно. Но вы должны взять оружие с собой, так как повсюду будут бродить орды голодных. То есть и там будет небезопасно, но там больше шансов выжить. Хотя элита будет иметь собственное убежище. У элит свои убежища, вы не думайте. У простых людей это так, знаете. А вот элита имеет убежище. Серьезное убежище, которое защищает их, их жены, их детей, их семьи и так далее. И они заранее туда побегут, когда почувствуют, что приходит это время. И приюты для специалистов, так сказать. Они должны быть столь же осторожными во время войны. Им тоже предупреждение. Как и родовые граждане. То есть разграничение. Рядовые граждане и элита. Так как их убежища тоже будут под угрозой. Как интересно. Их убежища тоже будут под угрозой. Сделав паузу в несколько минут, чтобы собраться с мыслью, господин Киссинджер продолжил. Мы говорили... Сделав паузу, наверное, думает, говорить, не говорить. Мы говорили нашим военным, что нам придется взять на себя семь ближневосточных стран из-за ресурсов. Нам нужны ближневосточные страны, потому что нам нужны ресурсы. И они практически завершили свою работу. Вы знаете, какого я мнения о наших военных. Но я должен сказать, что они выполняли приказы излишней рья на этот раз. Это всего лишь последняя ступенька. Последняя ступенька. Так как Иран действительно нарушает баланс. То есть есть понятие баланс, сил. Это японская такая. Японский этот значок такой. Баланс сил. Белое-черное, черное-белое. Вот видите. Вот это то, во что верят масоны в основе своей. Баланс сил. Как долго Китай и Россия будут стоять и смотреть, как Америка убирает их. То есть убирает Иран. И вот эту всю угрозу. Как они говорят, значит, террористическую угрозу. И в том числе угрозу для Израиля. Великий русский медведь. То есть Россия, да. И китайский дракон будут вынуждены пробудиться от спячки. Они уже пробуждаются, да. И в это время Израиль должен... То есть Россия уже пробудилась от спячки. Напала на Украину, да. Как вроде бы против НАТО идет. Ну и Китай за ним следом сейчас пробудется. А в это время Израиль должен будет бороться изо всех сил, чтобы... Как можно больше арабов. Столько, сколько он сможет. Да. Надеюсь, если все пойдет хорошо, половина Ближнего Востока станет израильской. Половина Ближнего Востока станет израильской. Если все пойдет по плану. Глобалистов, да. По плану. Половина Ближнего Востока станет израильской. Зафиксируйте, друзья. Наша молодежь обучалась за последние десятилетия или около того в компьютерных играх. Это интересно видеть по новым играм. Call of Duty и Warfare 3. Которые отражают именно то, что грядет в ближайшем будущем. Кому интересно, можете заглянуть. Там речь именно о войнах. И постоянных войнах, войнах, войнах. С его интеллектуальным программированием. Интеллектуальное программирование. Программирование. Помните, мы говорили прогностическое программирование, интеллектуальное программирование. Есть разные программирования населения. В том числе людей, молодежь присаживают на компьютерные игры, чтобы они тра-та-та-та-та делали. А потом реальности призывают их на войну. Говорят о врагах. Они с удовольствием идут. И то, что делали в компьютерной игре, делают теперь в реальности. Это тоже программирование. Понятно, да? Для чего все эти игры и для чего все это делает? молодые люди в сша и на западе готовы потому что они были запрограммированы они играли тра та 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 поэтому они готовы быть хорошими солдатами пушечным мясом и когда им прикажут выйти на улице и бороться с сумасшедшими китайцами и русскими они будут подчиняться приказам и дальше этот момент запомните друзья зафиксируйте себе где-то из пепла мы будем строить новое общество то есть подразумевается что будет большая ядерная война из пепла мы будем строить новое общество и в нем останется только одна сверхдержава как вы думаете какая да это будет глобальное правительство которое выигрывает то есть сша будет после третьей мировой войны после ядерной войны скорее всего сша восстанет из пепла и создаст новое мировое правительство не забывайте что соединенные штаты имеют лучшее оружие которого не имеет никакой другой народ и мы покажем это оружие миру когда придет нужное время это да вот это да друзья еще две странички две странички чуть-чуть буквально тут на недавно состоявшимся петербургском международном экономическом форуме киссингер заявил что события в ливии и сирии опять же ближний восток является частью большого стратегического плана америки все что происходит сирии и в ливии это план сша это значит осуществление мирового порядка с америка с америка на центричной точкой зрения что будет достигаться одновременно тремя различными путями первое создание собственно американской империи как ядра среди близкого к хаосу окружения то есть начале хаос а потом показывается что все таки американская империя может вмешаться и помочь вам чтобы вы окончательно не погибли да поэтому типа голосуйте за нас будьте с нами иначе погибните полностью и мы вам уже не поможем второе создание многостороннего однополярного мира во главе с америка многостороннего однополярного помните зверь откровения много стран но он один однополярный мир это точно когда-то путин говорил да мы не мы не допустим однополярного мира мы хотим многополярного мира наверно тоже эту книжечку прочитал то есть и жириновский читал то наверняка и путин прочитал. Он говорит, мы не допустим однополярного мира. А он вот говорит о том, что Америка мечтает об однополярном мире во главе с Америкой, значит, хотя многостороннего. То есть, много стран, много религий, много национальных интересов, много языков, много культур, но всё это один единый организм. И много об этом говорили на основании Писания. Потому что когда читаешь Библию, ты читаешь, иногда читаешь, кажется, что ты читаешь не Библию, а политическую сводку того, что будет происходить в ближайшем. Кто такой зверь Откровения? Мировое правительство. И в книге пророка Даниила мы читаем о мировом правительстве. И в книге Откровения мы читаем о мировой политике. Так это, что это такое? В Библии говорится, да, о мировой политике. Поэтому мы наблюдаем за мировой политикой. Здесь нет никакого греха. Наоборот, нас призывает Библия активно следить за приближением Дня Онного, за приближением второго пришествия Иисуса Христа, чтобы мы знали, что грядет и что будет на пороге возвращения нашего Господа. И что будет на пороге пришествия Антихриста, который придет раньше нашего Господа. Понятно, да? И тут мы видим четко, что они планируют и что они хотят. Все соответствует пророческому слову из Писания. Все соответствует точности, друзья. И это все существуется в ближайшее будущее. В ближайшее время. Третье. Значит, первое. Создание Американской империи как ядра среди ближнего, близкого к хаосу окружения. Второе. Создание многостороннего однополярного мира во главе с Америкой. То есть Америка будет рулить как ни крути. Третье. Форсирование глобализации с целью создания мирового правительства. Форсирование глобализации. То есть призывать глобализации весь мир. И создание мирового правительства и Соединенных Штатов Мира. Управляемый глобальной элитой. Вот их планы, друзья. И заключение. Читаю вам заключение. Некоторые аналитики приходят к выводу о том, что в результате будет выстроен Четвертый Рим. Помните, мы говорили о Четвертом Рейхе? Вот это оно. Там будут все оставшиеся страны после Третьей Мировой Войны. Принципиально новый универсум, где все подчинено деньгам. Мир денег в неком логическом пределе. Пишет некий Неклесса. Утверждает новую универсальность, унифицированную анонимную власть над атомизированной и мистифицированной массой, представляющей собой не живое общество, а реестр. То, к чему мы сейчас идем как общество. То есть, ты не человек, ты особо, да, или как у нас говорят. Ты не человек, ты номер. Ты номер. Какой ты человек? Человеком был когда-то. Считались с тобой, слушали тебя. Сейчас ты просто номер в системе. Захотят сотрут твой номер, захотят поставят. Захотят дадут благо, захотят отнимут благо. Ты номер. Вот к чему все идет. И это тоже факт. Значит, это не живое общество, а реестр, каталог, то есть, гротескный постсоциальный мир. В этом мире жизнь определяется следующей формулой. Что продано, что котируется на рынках, у кого сколько капитала, тот не человек. Кто не налогоплательщик. Если ты не налогоплательщик, ты не человек. А бытие определяется правом на кредит. Правом на кредит. То есть, если тебе дают кредит, значит, ты кредитоспособный, ты можешь выплатить. Если нет, будь здоров, тебе не доверяет государство, вычеркивает тебя из реестра. Одним из создателей этого четвертого рима является Генри Киссинджер, продолжающий, несмотря на свой почтенный возраст, челночные рейсы по всему миру. В. Поликарпов написал. То есть, он как бы комментирует во вступлении. Челночные рейсы. То есть, он ездит по разным странам и договаривается о дипломатии, глобализме, о идеях, чтобы не было войны, или чтобы были войны, контролируемые хаосы, и все такое. Но он один из. Он тоже пешка, по сути дела, но он один из. Вдохновителей нового мирового порядка. Друзья, как вам? Как вам, друзья? Я, может быть, еще, не знаю, как Бог поведет. Книга интересная, она небольшая, на самом деле, тут, сколько тут, 250 страниц. Если меня еще что-то зацепит, а меня много что зацепляет, здесь, может быть, мы выпустим отдельно или прямые эфиры, или отдельно, может быть, видео, какой-то цикл. Посмотрим, я еще не знаю, как все будет. Вот. Но суть в том, что, может быть, я еще с вами чем-то поделюсь интересным из этой книги. Вот. Так что, друзья, что вы думаете по этому поводу? Напишите свой комментарий, мне интересно тоже ваше мнение. То есть, получается, что закулисное мировое правительство во главе с Антихристом не рассматривает этот сценарий как альтернативу, а как свершившийся факт в будущем. Наверняка они тоже изучают пророческие книги в Библии. Возможно. А может, и не изучают. Но изучают они или нет, это не важно. А все равно исполнится то, что записано в библейских пророчествах, потому что то, что говорит Бог, исполняется в точности. Это свершившийся факт в будущем. И они об этом говорят, вот мы прочитали, как свершившийся факт. Они не говорят, может быть, будет война, может быть, мы восстанем из пепла. Нет, они говорят, вот как будет, так как планируется, так и будет. То, что все случится на основании пророческого Слова Божьего, которое написано в Библии, в книге Откровения, Иоанна Богослова, когда мы говорим о Третьей мировой войне. Откровение, 9 глава, с 13 по 21 стих. Прочитайте полностью, а я вам просто фрагменты, вы наверняка уже знаете наизусть. Если не знаете, почитайте. Здесь говорится о Шестой трубе, о Третьей мировой войне на Ближнем Востоке. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорившему шестому ангелу, имевшему трубу, освободить четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате. Четыре ангела. Иран, Ирак, Сирия, Турция. Ну, что здесь непонятного? Все четко и ясно. Великая река Ефрат. Что там? Какие страны там находятся? Там начнется Третья мировая война. И освобождены были четыре ангела, то есть посланника, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Четыре ангела — это четыре злых ангела. Цель их, они в связанном состоянии находятся, но когда им позволят развязаться, цель их — это устроить большую войну и умертвить третью часть людей. Третью часть людей на сегодняшний день это 3 миллиарда человек. Если скоро вот-вот будет 9 миллиардов по всей земле, это 3 миллиарда человек. На сегодняшний день это как взять погибших, это весь Китай и всю Индию, к примеру. Вот такая отчисленность погибших будет по всему миру. То есть одной третьей не станет после этой большой войны. Скорее всего будет применяться оружие массового поражения. Кони, всадники, число их тьмы тем, мы уже с вами много раз говорили, что это 200 миллионов единиц. 200 миллионов единиц солдат и бронетехники. То есть война будет очень большой. Очень большой. Такой войны не было за всю историю человечества. Там будут ракеты, значит, огонь, дым и сера, ракеты и много погибших. И вот тут написано, что они умерли. что они умерли и их было очень много. Что самое интересное, два раза говорится о третьей части людей, это 15-18 стих, зафиксируйте, друзья. Два раза говорится о том, что одной трети людей на земле не станет после Третьей мировой войны с использованием ядерного или какого-то оружия массового поражения, потому что это очень много людей погибнет. Благодаря этим четырем ангелам, злым ангелам, которых развяжут в конце дней. Что самое поразительное, 20-й стих говорит, что люди не покаются, оставшиеся люди на земле не покаются, ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Покаяния не будет, а потому сразу после Третьей мировой войны восстанет из пепла, как говорит Киссинджер, новый мировой порядок во главе с Америкой. Америка тоже очень сильно пострадает, но она выживет. И все, и будет новый мировой порядок, и появится Антихрист. И с оставшимися людьми уже будет работать дальше Антихрист, ставить начертания и призывать к поклонению, к миру и безопасности. Поэтому, на этом я хотел бы завершить. После того, как я прочитаю всю книгу Киссинджера, подумаем, может, я подготовлю, как я вам сказал, цикл небольших таких видеозарисовок на эту тему, его книги о дипломатии между странами, о будущем мировом порядке. Я думаю, что будет интересно. Дай Бог, посмотрим. А на сегодня все. Не забудь подписаться на канал, не забудь поставить лайк, не забудь черкнуть в свой комментарий, что ты думаешь обо всем об этом. Пусть Господь вас хранит. С Богом. Сейчас я считаю, что после окончания этой ужасной войны Украина должна стать членом НАТО, чтобы защитить ее от российских нападок, а также сдержать ее от собственного соблазна расширения территории. Думаю, это приведет к устойчивому результату. Я вижу предложение о нейтральной Украине, которая была бы достаточно хорошо вооружена, чтобы защитить себя самостоятельно. Но я предпочел бы видеть ее как часть международной системы безопасности, а не как отдельный элемент. Из пепла мы будем строить новое общество. То есть подразумевается, что будет большая ядерная война. Из пепла мы будем строить новое общество. И в нем останется только одна сверхдержава. Как вы думаете, какая, да? И это будет глобальное правительство, которое выигрывает. То есть США будет после Третьей мировой войны, после ядерной войны, скорее всего, США восстанет из пепла и создаст новое мировое правительство. не забывайте, что Соединенные Штаты имеют лучшее оружие, которого не имеет никакой другой народ. И мы покажем это оружие миру, когда придет нужное время. подожди к Ирану, и Киссинджер прямо пишет, что это приведет к большой войне. И на руинах, и ядерной пыли, это слова Киссинджера, а не мои. Воспрянет только одно государство, США, и будет установлен новый мировой порядок. КИСИЧЕСКАЯ Субтитры создавал DimaTorzok